Вот скажите, вы православный верующий человек? Да А вы можете перечислить заповеди? Все девять? Да Нет, не могу А сколько вот можете? Сложно сказать Ну одну, две, три Старый стал Не убей, возлюбей ближнего, как самого себя Возлюбей Господа нашего Иисуса Христа Это первая заповедь Нет, сложно Дальше сложно Может быть и смогу, но наверное не все Ну не убей, не укради Не прелюбодей свой Не чревоугодничай Там помню, не обман И все Не богохульствуй Не богохульствуй, да Не завидуй Не богохульствуй, не завидуй Корысть, там с корыстью что-то связано Еще две Еще две, да Дожимаем, дожимаем Я не помню Ну да, да Не помню, не помним Честно вот Заповеди Честно нет Это как бы Я не православный человек Я верующий человек И это как-то не влияет на то Что церковь делает Не во благо народа То есть дело не в том, что православный ты или нет А дело в том, что власть власть, церковь церковь Мы не платим налоги Нам дают деньги из казны Мы счастливы и покупаем себе дачи Это неправильно То есть мы отбираем школы Больницы Это тоже неправильно То есть Ну вы вот за эти заповеди, да? Ну естественно не убей Это правильная вещь А вот остальные? Там не укради, не прелюбодействуй и так далее Десять штук Они все адекватные, все правильные Во многих мировых конфессиях они присутствуют И это логично То есть люди адекватно Убивать другого человека это неправильно Конечно знаю Все десять? Может быть не все десять Сейчас скажу вам точно А так я знаю и придерживаюсь их обязательно А как же? Не без этого А иначе как? Ну перечислить не можете, да? Десять? Ну почему? Не убей, не прелюбодействуй Уважай и цени своих родителей Поклоняйся им Ну и так далее, и так далее, и так далее Я не настолько верующий, но я православный А вы вот заповеди знаете? Можете их перечислить? Нет, заповеди я перечислить не могу сейчас Собственно, но вот я вот такой Как бы я не атеист И в общем-то не такой сильно верующий Все десять? Вряд ли Все десять? Вряд ли Все, 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 все Не убей, не укради Не прелюбодействуй и так далее А остальные не каждый день пользуетесь? Да, не каждый день пользуемся Потому что у каждого человека, вот каждый человек, да? То есть вот верит в свое божество, да? Вот я, например, верю в своего, и которому я всегда молюсь и всегда обращаюсь Тогда получается, что вы не православный, а какой-то другой Пускай я буду антихрист, но я свой антихрист, я нормальный советский, крутой антихрист Советский православный Да, то есть ко мне никаких претензий не должно быть ни из церкви, ни против церкви Потому что я всех уважаю, всех люблю Я даже зайду, помолюсь, скажу Господа, вы такие, два же же не убивают Кто сгорел, того не подожжешь Кто утонул, ну, гудзон есть гудзон Там правильно, тазик с цементом и все До свидания А зачем вам это надо? Я что, перед вами отчитываться должен? Западей больше, чем 10 Нет, вы просто можете сказать, что я знаю, но не скажу Закон, прежде всего, две западе Это прежде всего, возлюби Бога всей крепостью своей души, всем помышлением И вторая западе, это возлюби ближнего, как само себя Возлюби ближнего, как само себя, ты не возжелай ближнего ничего плохого Не укради у него, не скверни ему, не сделай ему плохо, либо больно Это самое главное, западь, которую мы должны соблюдать между собой А вот вы не думаете, что в остальных восьми заповедях есть что-то нехорошее? В заповедях быть ничего, быть может быть, нехорошего, потому что закон Божий, он закон совершенный И сейчас четко однозначно можно сказать о том, что не верить в Бога по православному обряду Это не научная точка зрения Ну, я только отче наш знаю, и то редко его читаю Вы не думали, что там что-то нехорошее есть? Вот вы верите, а не знаете? Ну, я могу сказать, что... Вдруг там что-то недоброе? Но весь мир, в котором мы живем, не является добрым Поэтому, не знаю, мне как-то все равно, по-моему Я вообще, на самом деле, у меня есть такая странность Из-за этого меня сатанистом некоторые женщины старые называют, там, пожилые женщины Я считаю, что человек, который очень сильно грешен, не должен ходить в церковь Поэтому я не хожу, чтобы не оскорнять это святое место, вот и все Хотя, на самом деле, люди, которые реально помешаны на христианстве и на церквях Говорят, что это бред, то, что я так думаю Но это моя такая вот мысль Не помните заповеди? В заповедях недоброе? Так вы так верите и не знаете? В нашей жизни недоброго слишком много А я не думаю, что в заповедях будет что-то недоброе и хуже, чем у нас Нет, не думаю Нет, не думаю Я могу однозначно сказать, что мы их читали, что мы их осмысливали Но просто я сейчас их не... В принципе, не нарушаем, это точно Я думаю, нет То есть смысл нет Как бы там, все так Я недавно как раз читала Библию и все очень осознаю и все очень правильно Я считаю, вот лично для себя все понятно и все так, как надо Если бы все жили по этим заповедям, наверное, бы не было этого ужаса, что вокруг нас творится И как вы считаете, церковь должна быть отделена от государства? Она и так и отделена от государства А почему Гундяева охрана ФСО? Ну, во-первых, давайте... Вы человек русский? Давайте... Вы человек русский? Да Давайте выужительно относитесь к нашему патриарху Нет, мы просто не понимаем, почему его охранники ФСО охраняют У вас же это самое... У вас же не называют по фамилии, нет? У вас же по имени называют, мать всех остальных Мне нравится, когда меня по фамилии Ну вот, а нам нравится, когда по имени Будьте добры, патриарх Кирилл Володя зовут, на самом деле Вы член православной церкви? Нет Нет, а почему вас волнуют эти вопросы? Мы соцопрос проводим, разные мнения узнаем Мое мнение, почему вас интересует этот вопрос? Знаете, вот, когда-то сказал один патриарх о том, что есть смысл реагировать на критику, когда эта критика направлена на благо церкви, для того, чтобы сделать ее лучше А критика для того, чтобы очернить, то есть для тех людей, которых не волнует, смысла на нее реагировать нет И вот ваш вопрос, это есть критика, которая направлена на очернение То есть вы ищете только самое плохое Вы не ищете хорошего, вы не ищете доброго Вот, а то, что его охраняют, он патриарх, но это высшее духовное лицо Но пускай его охраняют Разве это главное? Главное, чтобы церковь вела к спасению Как бы главное то, что это за деньги налогоплательщиков За деньги налогоплательщиков, если вас интересует, займитесь, пожалуйста, вопросами Абрамовича, который является губернатором, который не имеет права получать, был губернатором Про них тоже спросим Вот, который не имел права получать доходы, кроме как от преподавания и печати Другие вопросы, куда уходят наши деньги Вот это главный вопрос Поверьте, это такая мелочь, которой вы занимаетесь Но под этой мелочью вы создаете социальное мнение Выщелкивая какие-то определенные детали Которые, может, вам непонятны, вам неизвестны Но старайтесь как-то из этих деталей сделать картину очернения Под видом того, что вы якобы заботитесь о делах государства Как вы считаете, должна ли церковь быть отделена от государства? Конечно О, какой интересный вопрос Ну, нет, конечно Почему? Церковь вообще сама по себе, на самом деле Просто у нас она... У нас отделена? У нас нет, у нас не отделена А у нас все вот так вот, мне кажется, завязано крепкими узлами Почему вот, как вы считаете? Ну, потому что коррупция? Это же все же человеческий фактор Это же, мне кажется, не от Бога уже все это работает Я думаю, нет Потому что, ну, люди ходят, как бы... Как бы это система То есть люди ходят, ставят свечки, то есть за упокой И вообще, то есть, ну, церковь это то место, куда люди приходят простить у Бога Ну, может, это вот не всем надо? Зачем это вот на уровне государства? Это должно быть? Я думаю, это идет издревле вообще То есть давно Уже как бы как этот... как поклонение такое, как бы... Если честно, я вообще в этом ничего не знаю Но... ну, я как... я верующий, но в церковь практически не хожу Вот, но должна ли она быть отделена от государства? Ну, не знаю, смотря кому как виднее Ну, лично мне все равно Естественно, у нас светское государство Котлеты отдельно, мухи отдельно Церковь должна быть отделена от государства Это сто процентов Ай, конечно Считаю, что нет Почему? Ну, потому что мы едины все И государство, и церковь У нас же не все верующие Ну, верующие не все Но подспудно где-то что-то... Каждый из нас хочет верить Что есть что-то, кто за нами следит Вера у нас разная В России же это не только православные Ну, и пусть, Господи, это не проблема Это проблема каждой веры, собственно говоря Но наша церковь, я считаю, что должна быть с нами в государстве Да, должна Да, должна Конечно Вот это вопрос Думаю, что нет Почему? Не могу ответить на этот вопрос Думаю, и так и все Да, должна Потому что церковь Это свое государство В государстве И это есть два правительства Зачем одним правительством Управлять с двух сторон? Нафига? Мы парим с этой стороны людей Они парят с этой стороны людей Естественно Кто такие люди? Которые не занимают высшие посты То есть это как бы Федализм Естественно Потому что Со всех мы снимаем деньги Ну, не мы Я имею в виду плачу Потому что и за это И за воду, и за газ И за все остальное Хотя у нас все добывается То есть все для народа Золото Но копать нельзя Потому что это государственное Это уже наказуемо А вот сейчас она отделена или нет? Формально да По факту вряд ли Не совсем Совсем Не совсем Ну, Исааки не надо отдавать Если вы к этому клоните Потому что я считаю Что это, ну, достояние вообще Народа А не церкви Я даже, если честно, не в курсе Я не слежу за данной информацией Ни по телевизору Ни в интернете Ну, то, что Гундяева Охрана ФСУ охраняет Зачем это надо? Извините Наверное, спросите у того Кто больше об этом знает Я просто не в курсе К сожалению Она все ближе и ближе Соединяется с властью И это ужасно ПЦ максимально Сейчас настроена на то Чтобы отбирать Здание, деньги У В общем-то Налогоплательщиков Себе При этом В общем-то Мы видим Что стало С Казанским собором И Вот Исаакиевский передадут Не дай бог И мы догадываемся Что с ним станет все плохо Смольный передали Стало все плохо Переплетена Потому что все Ну, кто идет Служить в церковь Тот, кто уже отсидел Свой срок И тот, кто уже знает Что за это будет И что за это не будет То есть Это стопроцентно Вот А просто в государстве Конечно, в Думе Опять же Только те работают Кто сидел Правильно? Правильно Мошенничество В любом Случае Господи Да простите меня Грешно